Тема на 13 часов звучит следующим образом. Об объединении патриотических сил Одессы и задачах единого штаба патриотических сил Одессы. По очереди будут выступать несколько спикеров. Алексей Элс, Александр Погорелый, Виталий Кожухарь, Игорь Гуджумянцев. Я приглашаю Алексея Элс. Добрый день. Энное количество времени назад в связи с такой сложившейся в стране ситуацией, достаточно сложной, рядом активистов было принято решение о создании некого сообщества, которое максимально объединит патриотические силы под свои крыши. И есть у нас такая организация, как Координационный совет, который, в общем-то, уже работает в этом направлении, но там все-таки больше общественная деятельность. Хочется обезопасить Одессу, город, да и начинать распространяться не только на Одессу, но и гораздо на обширные территории. Поэтому возродилась такая штука, как рабочее название «Центр патриотических сил города Одессы». Основными направлениями мы для себя выделили помощь АТО. Под этой помощью мы уже собираем волонтерские группы, и у нас есть 4-5 групп, которые уже более не менее централизованы. То есть раньше они работали сами по себе, сейчас они работают уже как-то централизованно, и помощь намного больше и эффективнее отправляется в зону АТО. Второе направление – это гуманитарная помощь. Третье направление – это безопасность гражданская. Ну и опять-таки четвертое – это все-таки соединение всех сил, которые могли бы как-то вместе решать и принимать какие-то обоюдные решения. По направлениям, есть докладчики конкретно по каждому направлению. Ну, в общем-то, у меня, наверное, все. Вопросы какие-то есть? А Вы координатор общего? Да, я координатор проекта. Алексей, подождите, можно озвучить, где находится штаб и что это такое собой представляет? Ну, на сегодняшний момент так сложилось, что к нам в руки попал некий объект, на Канаде 35 он находится, это бывший областной военкомат, который простаивал все эти годы, лет 6 или 7 он просто стоит пустой, ну и там достаточно хорошая территория, хорошо он, интересно расположен, удобно всем. Ну, пока так. Пока мы находимся в этом здании, используем его максимально полезно. Я хотел бы уточнить, все-таки название как? Центр или единый штаб, как у нас здесь? Как правильно? Центр патриотических сил Одессы. И, ну, у меня вопрос ли к Вам, может быть, кому-то другому кто будет в этом говорить, что-то более конкретное по направлению гражданской безопасности? Что имеется в виду? Будет выступать Виталий Кожухарь, он конкретно раскроет все нюансы. Спасибо. Спасибо Вам. Все? Спасибо. Игорь Бутович. Добрый день. Координатор координационного центра, находящийся на гимназической 3. На данный момент мы работаем по помощи АТО и ездим и собираем помощь на нашем военном, находящемся в зоне АТО. Вчера было первое из собраний, по которым было действительно обсуждалось по поводу объединения усилий всех волонтеров для организации централизованной и более качественной организации помощи военным. Пока поэтому проводятся консультации, да, потому что еще единого решения не принято, ни механизм еще не выработан тот, который должен был быть. И более качественно, пока мы отрабатываем и будем дальше общаться на эту тему и проводить дальнейшее наше общение в сфере и в концепции этого проекта, который назван пока еще проектом, уже не готовое решение по этому вопросу. То есть есть уже объединение, мы пока на данный момент как координационный центр, как представитель координационного центра, которому поручено было собирать помощь от координационного центра, опять же, извините за тавтологию, мы изучаем то, что нам бы вчера предложили и уже смотрим на опыт тех организаций, которые действительно работают на канатной 35, там ведь не только один волонтер, там их как минимум 4 работают сейчас на данный момент, и эффективность как бы вполне возможно у них намного выше, чем сейчас у нас на данный момент. Может быть, опять же, может быть выше, чем сейчас на данный момент. У них есть много чему поучиться, так же самое, как и у нас их, их тоже учиться от нас. То есть в сфере того, что мы работаем, мы как бы в целом по чуть-чуть в разных направлениях, потому что мы снабжали разные подразделения с разными потребностями, с разными ресурсами этих потребностей, и с разным контингентом людей мы общаемся, и с разными, опять же, общаемся с разными бизнесменами. У нас разные ресурсные базы, что как бы объединение этих ресурсных баз позволит нам эффективно более оказывать помощь нашим военным на данный момент. И также структура, которая сейчас на канатной 35, там у них действительно очень большие возможности. Касаемо площадей собирать помощь, то есть там можно завести туда и 30, и 40, и 50, и 80, и 90 тонн, где они будут учитываться, помещение закрытое, находится под охраной. Как и говорили, это здание бывшего областного военкомата. Игорь, вы помогаете в основном нацгвардии и ввозите гуманитарную помощь в зону АТО, да? Да, ввожу. И не только нацгвардии, помогаем подразделениями спецназа, армии, морского спецназа, спецназа СБУ, к нам обращались тоже за помощью, то есть есть еще и другие подразделения, которые обращаются к нам за помощью. Поэтому мы оказываем всем, кому можем, кто к нам обратился. Такое распыление может быть некачественным? На самом деле, если мы оказываем помощь, то у нас по подразделениям, по заявкам. То есть выполняется одна заявка, переходится к другому подразделению. То есть по ресурсам. Если у нас ресурсов действительно будет намного больше, то намного больше заявок мы можем исполнить. Поэтому есть деление такое, как бы между волонтерами, по каким они подразделениям сами располагаются, чтобы не было перекрестного финансирования одного и того же подразделения. Скажите, есть ли разница в потребностях у Нацгвардии, у спецназа, или в принципе все они нуждаются в чем-то одном и том же? Колоссальная разница на самом деле в потребностях у спецназа и у простого пехотного подразделения, или мы говорим о механизированном подразделении. У них колоссальная разница в потребностях. На самом деле, если, допустим, механизированным подразделениям требуются запчасти для БТРов, транспорта, то спецназу нужно GPS-навигаторы, планшеты для наведения артиллерии, приборы ночного ведения, тепловизоры в больших объемах, кабуры и так далее. То есть простому пехотному подразделению, допустим, половина того, что нужно спецназу, совсем не пригодится даже в бою. И вы можете это им поставлять? Конечно, мы уже поставляем, собираем. Допустим, если мы говорим о спецназе, мы поставляем им, к примеру, сейчас на данный момент идет уже закупка двух костюмов Кикимора для снайперской пары. Костюмы для снайперов? Да. А бытовые потребности, я понимаю, примерно одинаковые? Бытовые потребности, но они полностью удовлетворены касаемо еды и воды. А амуниция? Амуниция, смотря какая им нужна. То есть все зависит, опять же, что мы имеем под словом амуниция. То есть если мы говорим о патронах, то это совсем другое, это не наше ведомство. Нет, я имел в виду одежда. Одежда в основном у спецназа, в основном одежда обеспечена, смотря какой спецназ. Если мы говорим о спецназе национальной гвардии, у них на данный момент по разнарядкам они должны получить уже новую одежду. Почему? Потому что у них всегда было совсем другого вида и форма одежды, так как это были бывшие внутренние войска. Понятно. И вот здесь изменившиеся ситуации в последнее время на Востоке. Изменились ли потребности как-то в зависимости от того, что произошло на последнюю неделю? Конечно. Потребности изменились. Стали более... На амуницию, меньше еды, меньше воды, больше военной амуниции. То есть более качественные стали потребности у солдат. Можно я сегодня всем задаю этот вопрос? Куда делись деньги, которые собирали по СМС? Вот какая у вас есть информация? Деньги, которые простые жители Украины собирали по СМС, поведомлениям. Там собрана огромная сумма денег, на которую, если использовать ее на армию, как бы с волонтером не обязательно собирать деньги по простым гражданам. Куда делась эта сумма? Ваша версия, да? Да. Ну там на самом деле была сумма около 141 миллиона гривен всего лишь. Это на самом деле копеечная сумма по сравнению, потому что народ, когда скидывался деньгами, они поняли, что непрозрачность выделения или распределения этих сумм, когда она зависла полностью на счету Министерства обороны. Скорее всего, она там и находится, потому что по тендерам она не прошла нигде. По крайней мере, Министерство обороны пока не отчиталось на своем официальном сайте, либо я просто упустил эту возможность почитать отчет, на что они потратили деньги, которые собраны. Считаю, что помощь волонтеров оценивается равносильно полностью снабжению всего государственного бюджета армии. То есть на данный момент на бюджете была выделена на армию 14 миллиардов гривен. То есть, исходя из того, что я примерно понимаю, сколько мы, и объединить только волонтеров в Одессе, то, соответственно, можно сказать, что помощь волонтеров превышает помощь государства или снабжение бюджетного вооруженных сил Украины. Почему государство себе может позволить из 14 миллиардов потратить всего лишь 3 миллиарда гривен, и 11 спокойно нераспределенные должны лежать на счету Министерства обороны и не закупать технику? Потому что они понимают, что волонтеры покрывают львиную долю потребностей вооруженных сил. Можете ли вы сказать, хотя бы примерно, вот одесские волонтеры на какую сумму указали помощь? Ну, это нужно обратиться к каждому волонтеру, примерно посмотреть, но я думаю, что не менее чем 40-50 миллионов гривен, а то и более. Одесские волонтеры? Это только Одесса и Одесская область. Спасибо. Есть еще вопросы? Спасибо, Игорь. А кому принадлежит здание обл. военкомата? Это нужно спросить. Здание обл. военкомата принадлежит городу или Министерству обороны? Насколько я могу ответить на данный вопрос, так как я не нахожусь сейчас в здании, допустим, канатной 35, я думаю, спикер, который будет после меня выступать, он ответит на эти вопросы, потому что физически не буду рассказывать вам, что я знаю или пользоваться слухами. Вам ответит, думаю, тот, кто уполномочен ответить, тот узнает более, чем я в этой ситуации. Спасибо. А следующий спикер – Виталий Кожухарь. Добрый день. Виталий, вы скажите, кто вы? Я координатор самообороны Одессы, Виталий. Я хочу затронуть главный на сегодняшний день, один из главных аспектов на сегодняшний день – это аспект гражданской безопасности. Я бы сразу хочу сказать, что разделить можно внутри основные подпункты. Первый – борьба с сепаратизмом. Второе – я сейчас обговорю, потом каждый отдельно расскажу. Второе – создание территориальных батальонов и комплектация их. И третье – обучение гражданских лиц и содействие с властью по укреплению обороны города Одессы. Значит, что я могу сказать по первому пункту – борьба с сепаратизмом. У нас созданы группы, которые содействуют и контактируют со спецслужбами для выявления, они выявляют сепаратистов, по возможности их участвуют в их какой-то локации. Это первая часть, именно конкретно по физически, по их обнаружению. Вторая часть – это, конечно, информационная часть борьбы с сепаратизмом. То есть направлением выявляются также сайты, которые пропагандируют сепаратизм, выявляются люди, кто открыто или завуалировано. Тут на самом деле сепаратизм можно очень долго разговаривать, потому что, в принципе, чиновники, которые не выполняют законы Украины, это уже сепаратисты, они уже убивают нашу страну. Это уже идет к ее дестабилизации ситуации и расколу, в конце концов. Тут можно очень много копать и искать их людей, которые, в принципе, мы многих знаем. Второе направление – это создание территориальных батальонов, создание и комплектация территориальных батальонов. Мы сейчас объявили мобилизацию, сейчас об этом будем говорить чуть попозже, более открыто, там не хватает ресурсов сейчас, поэтому нам нужны как можно больше, чтобы люди присоединялись и видели, понимали, насколько важна эта цель. Вот я вчера был, как и многие одесситы, на концерте в конце «Океан Эльзы», и видно было, да, в принципе, патриотические силы. То есть, когда вы кричите «Слава Украина» и вся площадь «Героям слава», это понятно, что это те люди, которые нас поддерживают. Но на самом деле, ребята, уже хватит быть диванной сотни, принимайте участие. Нам нужны бойцы, нам нужны бойцы, которые вместе с нами, если будет время, будут защищать наш город. Нам нужны бойцы, которые будут... Мы не будем, понятно, что мы не будем стоять в первых лавах там, потому что все-таки, конечно, армия принимает первый удар, но есть такие задачи, которые мы можем выполнять. Это защита каких-то объектов, это там второстепенных какие-то задачи, сопровождение грузов, там еще много очень задач, которые могут выполнять бойцы территориальных батальонов. Это уже военные более, можно конкретно сказать. Но люди должны к нам подсоединить. Наша задача объединить этих людей. Мы находимся на Канатной 35, там будут создаваться эти батальоны, потом дальше их при помощи наших же волонтеров, которые занимаются комплектацией, я имею в виду техническую сторону, будут их комплектовать, укомплектовывать, извините, и поддерживать какую-то материальную, техническую часть. И потом эти задачи, потом перед батальонами, территориально-батальонами обороны будут ставиться определенные задачи. Мы взаимодействовать будем однозначно с Южным командованием. В общем-то, я думаю, что они конкретно будут принимать участие в обучении этих батальонов. Но это нельзя откладывать на потом. Это надо делать уже сейчас. Даже вчера это надо было делать. Как это вдруг, извините, случилось с Мариуполем, сейчас вдруг вспомнили, все кинулись. Мы не хотим, чтобы то же самое случилось в Одессе. Ну и третий вопрос, это обучение гражданского населения и взаимодействие с органом власти по обороне города. Значит, что в этом плане? Ну не все, допустим, не каждый человек, достаточно мало, может быть, не такое большое количество людей захотят вступать в территориальную боль. Но пройти какие-то курсы подготовки, чтобы понимать, как это надо делать, как себя защитить, как защитить своих близких, как в конце концов стрелять, как, допустим, объединяться в какие-то группы с друзьями и даже, в конце концов, защищать свой дом при какой-то отходе или переезде куда-то, как уметь защитить свою семью. Я думаю, что это важные знания, которые мы тоже будем обучать людей. Ну там несколько аспектов в этом плане. Там сейчас курсы, такие же курсы будут созданы у нас по, я уже говорил когда-то, что это будет по военной подготовке, потом это будут курсы по специальной подготовке, я сейчас не буду об этом более конкретно говорить, и обучение партизанскому движению, действиям партизанскому в войне в городе, и, конечно же, медицинская подготовка, то, что у нас уже, в принципе, действует, уже есть обучение. Пока эту программу обкатывает на наших ребят, мы сами, в первую очередь, должны обучиться членам самообороны, чтобы понимать, как оказывать себе первую медицинскую помощь. Потом вопрос хочу затронуть взаимодействие с местными, с органами самоуправления. Значит, что нам надо будет сделать при вашей помощи, что мы будем делать обязательно, и уже начинается движение в этом направлении, это заставить, чтобы местные органы, в конце концов, может быть, расконсервировали и посмотрели, в каком состоянии находится наше бомбоубежище, чтобы не было, как в некоторых местах, извините, Украины, Восточные, чтобы продавали место в бомбоубежище, как я знаю, есть такие, были такие моменты, посмотреть, знать и объявить людям, как нужно действовать. Уже надо готовиться. Война. Сейчас уже нет никаких дома с детьми антитюрористической операции, где-то далеко на востоке. Война, она может подойти к нашему дому. Поэтому надо точно знать, как будет действовать штаб обороны, как мы будем взаимодействовать с этим штабом, куда людям идти по месту жительства, прятаться в случае обстрела, ну и так далее, целый комплекс мер. Вот это самое главное, мы должны взаимодействовать с властью, заставить, если она не хочет это делать, то мы обязательно будем на полегаты, чтобы она принимала какие-то идеи, темно-напрямо. Кирилл, можно вопрос сразу, потому что перешел в интернет вопрос, как записаться на курсы самообороны Одессы и как вообще попасть, есть ли какая-то процедура? Канатная 35, человек приносит свои документы, приходит, мы там определяемся, он или курсы хочет пройти, военные подготовки лично для себя, или он записывается в состав самообороны, в территориальном батальон. То есть на Канатная 35, там есть офис самообороны. Соскряки-доскряки? Круглосуточно там есть, ну вещь, там приходить не надо, потому что там дежурные, а вообще-то с 10 до 7 часов может. Для того, чтобы записаться на курсы начальной военной подготовки и еще какие курсы? Значит, или это будет батальон, территориальный батальон, тогда человек понимает, что он прошел какой-то курс, что такое курс территориальный батальон. Значит, человек проходит обучение, ему говорят, где и как он будет в случае нападения. Он действует в составе подразделения. И задача, которая будет ставиться подразделением, он, конечно, будет выполнять вместе с этим подразделением. Если человек просто хочет пройти обучающие курсы, такие военные, то это несколько другое направление. Он будет для себя научиться стрелять. Мы проверим, что это за человек. И вот у нас есть возможность про это. Разрешите? Вот то, что вы сказали, будет интересно. И остальное, как вы относитесь к такой идее, которая была озвучена в свое время в Англии перед Первой мировой войной, так называемой батальоной друзей. То есть, когда в армию записывают люди, это были либо те, кто были одноклассники, либо те, кто проживали вместе. То есть, записывались люди, которые до того уже были знакомы, между которыми были определенные друзья, мужские отношения, и они могли, как тогда считали англичане, лучше понимать друг друга в различных чрезвычайных ситуациях. Ну, это лучшее, очень хорошее предложение. То есть, если так будет происходить, мы точно препятствовать не будем. Если будет приходить человек со своими друзьями, еще раз говорю, смотря куда он будет записываться. Если в батальон территориальной обороны, то там выполняется приказ, который идет конкретно на это подразделение, там, в общем-то, они могут где-то и разделиться. Одна часть идет туда, другая выполняет другую задачу. Если это обучающие курсы, то он пришел всей семьей, пожалуйста. Ну, главное, чтобы было 18 лет, чтобы он имел право держать иру. Верхний предел есть какой-то возрастной? Ну, по состоянию здоровья, но не больше. И вот из того, что вы сказали, обучение партизанским действиям. Вы просите, а кто будет проводить обучение? Ведь у нас практически нет специалиста в этом вопросе. И это во-первых. И во-вторых, если там есть целый ряд разных технологий, абсолютно разных в разных странах, во многом противоречивших друг другу, есть ли люди, которые могут этому обучать? Поскольку я знаю, так и вот практически нет. Ну, на самом деле, я думаю, что все-таки люди есть. И обучать будем точно не мы, люди, не имеющие боевую, военную подготовку. Будут обучать спецы. Насколько это будет качественно, вы знаете, я не могу сказать. Я думаю, что любые знания, полученные от специалиста, в любом случае лучше, чем просто где-то вычитывал в книге. Тут же партизанские, вы же знаете, тоже разные направления. Или это будут боевые диверсионные группы, которые будут в случае, не дай бог, занятых населенного пункта, они выполняют просто диверсионную работу. Или это идеологическое направление работает так же само партизанское движение. Ну, что такое партизанское движение? Это ты работаешь уже в тылу врага. То есть он находится на твоей территории, но он здесь хозяйничает. Это наше дело, не дай бог, такое будет. Вот то, что сейчас происходит. На самом деле, партизанские движения сейчас же есть на востоке Украины, вы знаете. Есть партизанские отряды, которые действуют, они не принадлежат никакому батальону. Люди просто собираются, объединяются в отряды и выполняют определенные задачи. просто здесь это мало показывает и высвечивает, но это есть. Спасибо, я понял. Есть китайцы. Спасибо. Александра Тушейкина занимается гуманитарными вопросами. Она сейчас подробно расскажет.